В этом видео мы разберем с вами тренды мирового маркетинга, поговорим о маркетинге нового поколения и диджитализации рынка в целом. То, что в 2020 году сработает максимально в предпринимательстве и увеличит твои чеки и доходы. Я рекомендую тебе сейчас поставить на паузу, взять ручку, блокнот для записи. Привет, на связи Владимир Ковленко и я онлайн-предприниматель, эксперт в области продвижения сетевого бизнеса в онлайне и топ-лидер международной MLM-компании. Те, кто видят меня впервые, я скажу, что у меня есть особенность. Все сложно делать простым, другими словами, информацию, которую вы услышите, будет четкой, лаконичной, без воды. Только конкретика и практические рекомендации. Те, кто уже давно наблюдает за мной, знают и подтверждают это в своих комментариях и сообщениях. Давайте приступим и не буду вас томить. Я смотрю разных экспертов, отечественных, зарубежных, читаю литературу, посещаю разные тренинги, бизнес-форумы, чтобы быть в тренде и знать, куда движется рынок и куда обращено внимание людей. Есть два типа предпринимателей. Те, кто говорит, что стало хуже и те, кто говорят, что стало лучше на рынках, в бизнесе, в экономике. Те, кто говорит, что становится хуже, в определенный момент они просто остановились и перестали понимать, что происходит на рынке. Рынок просто меняется. Приходят новые компании, новые технологии, меняются правила игры. Приходит более молодое поколение и меняет спрос. Согласно статистике, в ближайшие пять лет 96% бизнесов просто закроется. Почему так происходит? Потому что большинство предпринимателей не пытаются переспособиться к глобальным изменениям. Они не готовы меняться, становиться гибкими и не готовы верить в то, что технологии могут изменить бизнес. Итак, давайте начнем. Первое. С каким клиентом будем работать в будущем? Кто эти люди? Как они принимают решения? Какие продукты им заходят? Какие они видят? Что будет важным при их выборе? Это поколение Z. Ребята, которые родились после 1990 года, уже посчитано, что сегодняшние 18-летние к 2022 году будут составлять 40% рынка. То есть, это по факту наши будущие клиенты. Молодое поколение очень быстро фильтрует контент. Они быстрые, цифровые, они живут в интернете. Но они очень жестко фильтруют всю информацию, отсекают все ненужное. Отсюда и появилось важное правило 6 секунд для продажи и позиционирования продукта. Всего 6 секунд, чтобы привлечь внимание. Новое поколение хочет меньше работать, быть более свободными и независимыми, как вы это уже успели заметить. Раньше преобладало более шаблонное мышление, а сейчас ты должен выделяться, должен соответствовать их трендам, восприниматься быстро и легко. Тогда твой продукт будет покупаться. Второе. Сейчас в тренде face-to-face. То есть, люди покупают людей. И снова мы возвращаемся к персональному бренду. В США люди уже давно это поняли, постоянно вкладываются в свою узнаваемость. Если люди постоянно видят твое лицо, то они тебе, конечно же, что делают? Доверяют. Что касается представителей поколения Z, они будут выбирать себе продукт, в основном исходя из того, чей он. Например, бренд Off-White. Почему так быстро выстрелил и захватил рынок? Потому что его главный дизайнер, Вирджил Абло, который является главным стилистом Кэнни Уэста, показал свое лицо и сказал, что вот это будет модным. Люди начали покупать Off-White, потому что это он, тот человек, потому что это его идеология. Понимаете? Подписка. Это третий тренд. Это когда ты один раз принимаешь решение, что тебе нужно, а потом в течение месяца, года или пяти лет просто получаешь это. Например, каждую неделю будут привозить тебе пакет основных продуктов, и тебе больше не нужно ходить за ними в магазин. А у тебя просто каждый месяц с твоей карты списывается определенная сумма. Четвертый тренд. Это бесплатный продукт. То есть первое касание с клиентом должно быть бесплатным для него. Сейчас компания готова сделать все, чтобы клиент выбрал их, именно их. Просто, чтобы попробовал их продукт или посмотрел, как это выглядит. Сейчас в социальных сетях, сетях постоянно натыкаюсь на предложение принять участие в бесплатных вебинарах, обучающих курсах. Вот как раз через это можно начать продавать. Как? Ну, давай разберем пример. Если мне зададут вопрос, как можно зарабатывать на женской косметике, то сначала стоит разобраться в продукте, в компании, понять, как это делается, увидеть, кто твои клиенты. Далее нужно собрать лучшие кейсы с рынка и запустить обучение на тему. Например, правила ухода за лицом, как на этом заработать. В рамках бесплатного обучения показывать аудитории успешные кейсы, вовлекать даже тех, кто сам не собирался покупать продукт, а просто задумывался об интересном бизнесе. Когда аудитория видит, что бизнес работает и приносит серьезный доход, надо сразу ставить короткий срок на принятие решения о сотрудничестве с тобой. Пятый тренд это технология маркетинга будущего заключается в том, что ты не только ищешь клиента, которому нужен твой продукт, а ты еще в процессе этого поиска создаешь спрос на свой продукт. Я смогу продавать больше косметики, чем конкуренты, потому что я дал бы возможность зарабатывать на моем продукте другим. Когда Джеффу Безосу, основатель Amazon и самому богатому человеку в мире, задали вопрос, как ему удалось создать такую империю, он так и ответил, я сделал самое главное, дал возможность другим зарабатывать. Понимаете, это просто гениально. Проведите параллели, это чисто модель бизнеса сетевого, тот, чем мы в принципе и занимаемся. Ты помогаешь другим людям разобраться в бизнесе и даешь возможность заработать другим на одной площадке в рамках своей компании. Логично? Следующий тренд это создание собственных медийных продуктов. Если подобное раньше было необязательно, то сейчас каждый бизнес, бизнесмен должен понимать, что если у него нет собственного медийного продукта, то в долгую он окажется в проигрыше. Что это может быть? Это может быть ваш канал YouTube в первую очередь. Какая-то книга, подкасты, аудиокасты, канал Telegram, ну и многое другое, что вы можете промониторить и определить для себя. Седьмой тренд. Создание сообществ. Победение людей непременно есть ценность. Это твоя лояльная аудитория, которая разделяет с тобой ценности, направленный вектор развития. Это все твои потенциальные клиенты. Создай узкоспециализированное сообщество, чтобы получать от его членов и спикеров самые новые знания, ну а также лояльных клиентов. Например, сейчас зима, я занимаюсь квадроциклами и снегоходами. И в своем городе я организую сообщество, в котором люди будут собираться со снегоходами, квадроциклами, устраивать большие ивенты, разные соревнования. И как вы считаете, будет ли у меня конкурентное преимущество на рынке в маленьком городе? Да мы просто всех разорвем. Понимаете, у конкурентов не останется ни малейшего шанса даже выжить на моем маленьком рынке. Секлендум будет у меня. Я буду знать их лично, это очень важно. И буду уверен, что они придут именно ко мне для того, чтобы купить эти снегоходы или квадроциклы при необходимости. Они придут ко мне на обслуживание, они придут ко мне за запчастями. У меня будут заказывать новые дорогие модели. Потому что у меня есть авторитет, у меня есть сообщество, у меня есть самое важное отношение с этими людьми. И поэтому люди покупают у людей. А теперь просто возьми и спроецируй это на свой бизнес. Все, что я сказал. Вот такие тренды в маркетинге будут актуальны и популярны в 2020 году. Развивайся, читай, обучайся, будь голодным к знаниям, не стесняйся верить в сказку и мечтай. Быть может, в 2020 году он до этого и создан, чтобы осуществить твои заветные желания. По крайней мере, я со своей командой Digital Banda и компания BSC тебе этого желаем и в это верен. Ставь лайк, подписывайся на канал и напиши в комментариях, какой первый тренд ты внедришь в свой бизнес. А может ты еще и можешь подсказать пару новинок. Буду только рад и благодарен. На связи был Владимир Коваленко. Пока-пока, до скорых встреч!